Валютный рынок Евро-доллар на прошлой неделе предполагал коррекционный подъем курса единой европейской валюты, а затем разворот и новое снижение пары в очередном нисходящем цикле. Фактическое движение валюты подтвердило наши ожидания. После открытия недельных торгов пара действительно возобновила подъем. Драйверами подъема валюты стала серия сообщений о планах создания в Европе банковского союза, о плане более тесной политической интеграции в регионе, а также о готовящемся плане оказания финансовой помощи Испании. На этом фоне курс единой валюты в активном движении сумел достигнуть на подъеме максимальный недельный уровень 1,2624 и пройдя более 200 пунктов реализовать 4 целевых уровня нашего прогноза. Далее, как мы и предполагали, пара развернулась на снижение. Катализатором нисходящего движения валюты стало выступление главы Федерального резерва Бена Бернанкин в Конгрессе США, в котором он даже не упомянул о возможности дополнительных финансовых вливаний для стимулирования экономики. Разочарование рынка от несостоявшихся ожиданий остановило подъем валюты и вызвало стремительное снижение пары, вновь протестировавший уровень открытия недели. Таким образом, можно сказать, что фактическая ценовая динамика пары евро-доллар за период с 4 по 8 июня в основном соответствовала нашему предыдущему прогнозу. А что можно сказать относительно вашего прогноза по британскому фунту? Наш прогноз по паре фунт-доллар на прошлой неделе предполагал разворот пары на восходящую коррекцию, после завершения которой мы ожидали возобновления и снижения курса британской валюты в новом нисходящем цикле. Действительно так и произошло. Первые дни недели пара провела в боковой торговке, а затем восходящая ралли единой европейской валюты спровоцировала активный спрос и на британский фунт. В паре с долларом валюта развернулась на подъем, а последовавшие в ходе торгов публикации итогов заседания Банка Англии, который так и не принял решение об увеличении масштабов финансового стимулирования, еще более усилили спрос на валюту и вызвали агрессивные покупки пары. Таким образом, на подъеме фунт-доллар достиг максимальный недельный уровень на отметке 1.60, реализовав при этом более четырех целевых уровнях нашего прогноза. Однако усиление доллара, начавшееся после выступления Бена Бернанке в Конгрессе США, изменило ценовую динамику пары и вызвало активные продажи британской валюты. Фунт-доллар на снижение достиг уровня 1.5403, подтвердив тем самым прогнозные ожидания возобновления снижения пары. Владимир, какой прогноз по евро вы можете сделать на следующую неделю? Последнее выступление Бена Бернанке ясно показало, что Федеральный резерв не пойдет на очередное смягчение монетарной политики. Вместе с замедлением китайской экономики и снижением процентной ставки юаня, это значительно усиливает позиции доллара. Вместе с тем, пара находится сейчас в восходящей коррекции. И судя по волновой структуре ценового движения, коррекция еще не завершена. В связи с этим, в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем первоначально продолжение подъема курса единой европейской валюты к целевым уровням 1.2542, 1.2585, 1.2624, 1.2670, 1.2760 и, возможно, 1.2850. Затем ожидаем новое снижение евро в очередном нисходящем цикле. Целью этого движения станет предыдущий локальный минимум 1.2288, а далее ниже в направлении ключевого уровня поддержки 1.20. Кроме того, учитывая сообщения в средствах массовой информации, появившиеся сегодня о том, что Испании потребуется 100 миллиардов евро для рекапитализации банковской системы, не исключаем вероятность разворота пары на снижение уже от текущих ценовых уровней и дальнейшее снижение пары к вышеназванным целевым уровням. А что ожидает пару фунт-доллар? Фунт по-прежнему находится под влиянием негативных факторов, среди которых резкое обострение ситуации в еврозоне, неопределенность относительно перспектив выборов в Греции и практически повсеместное ожидание увеличения масштабов финансовых выливаний в экономику Великобритании. Все это и ряд других факторов определяет сохранение действующей нисходящей тенденции в ценовом движении пары. Вместе с тем, незавершенность волновой структуры коррекции, формируемой в данное время, а также поведение технических индикаторов на недельном, дневном и четырехчасовом таймфреймах, предупреждают в краткосрочной перспективе о возможности нового разворота пары и продолжения ее восходящей коррекции. Исходя из этого, предполагаем в нашем прогнозе на следующую неделю возобновление коррекционного подъема пары к целевым уровням 1,5508, 1,5564, 1,5645, 1,5708 и, возможно, к 1,5757. В зоне последних ценовых уровней ожидаем разворот курса британской валюты на нисходящее движение. Первоначальный целевой уровень снижения, предыдущий локальный минимум 1,5268. И далее ниже к ценовым уровням 1,5236, 1,52 и 1,5124. Большое спасибо, Владимир. Более подробную информацию по движениям валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс. Продолжение следует...